Здравствуйте, тогда я начинаю с радостью очередную встречу нашего цикла «Человек в других людях». Я скажу, поскольку, может быть, здесь нас слушают сейчас люди, которые в первый раз присоединились к нашему циклу, я просто несколько слов скажу. Мы его придумали лет, наверное, уже 13 назад с моим дорогим товарищем Гришей Дашевским, и придумано было так, что вот я приглашаю человека, который мне, так сказать, любезен, и прошу его рассказать о человеке или людях, которые для него важны и сыграли какую-то особенную роль. Никаких требований, так сказать, к известности вот этого человека никогда мы не предъявляли. В этом смысле для меня таким некоторым ориентиром была книжка Георгия Ивановича Гурджиева. Помните, у него есть такая книжка «Встреча с замечательными людьми», да, и этими замечательными людьми могли оказаться там, я не знаю, продавец ковров в Турции там, или я не помню, где-то в Персии, да, и кто-то еще, это совершенно вовсе не селебритис такие, да. Ну вот, значит, и вот такие книжки как-то, пока это страшно интересно слушать, потому что, ну я не знаю, мы как-то через людей обычно учимся, и у людей, да, что-то узнаем, и через людей что-то понимаем. Поэтому рассказы о людях невероятно, конечно, важны, как-то поддерживают нас. Вот, теперь я хочу сказать, что сегодня вот нашим таким собеседником главным является Филипп Дзитко. Я очень благодарен Филиппу, что он согласился принять участие в нашем цикле. Несколько слов. Значит, Филипп редактор, да, замечательного проекта просветительского «Арзамас». Он автор книги о стихах Миши Айзенберга «Глазами ящерицы» и, значит, романа «Радио Мартынь». Я должен повиниться перед Филиппом, что я еще не успел прочитаться «Радио Мартынь». Вот моя сестра, между прочим, его читает с большим энтузиазмом, и мне говорила про какие-то там уколы узнавания, про какой-то особенный воздух в этой книжке. В общем, всячески ее расхваливало. Я стою на очереди. Вот. И... Но книжку «Глазами ящерицы» я читал, как раз. И хочу, значит, пользуясь случаем, что называется, поблагодарить Филиппа, который, ну, совершенно замечательно нашел, мне кажется, способ там говорения о стихах и как он перетаскивает, так сказать, эти, ну, слова и какие-то сущности в собственную речь, и как вот при этом остаются и сами стихи Айзенберга, и впечатления читательские, причем такие многослойные впечатления, действительно какой-то опыт особенный самого Филиппа. Это абсолютно замечательная книжка. Я ее, так сказать, с полным основанием, да, потому что я ее читал. Вот. Всем, кто не читал, рекомендую. Вот. Ну, а что касается проекта «Арзамас», то тут, конечно, мои похвалы и реклама совершенно не нужны, потому что там миллионы, да, людей уже смотрели, да, всякие там замечательные подкасты, лекции и все такое прочее, программа, и ценность этого проекта совершенно невозможно переоценить, как говорится, да, особенно теперь, когда мы все оказались вот в этой катастрофической, так сказать, ситуации общей, и многие вдали от каких-то книг, да, библиотек и так далее, и можно включить, если есть, конечно, такая возможность, да, еще есть у человека компьютер и посмотреть вот эти чудесные штуки. Вот. Я еще хочу буквально два слова сказать об отношении, ну, возможном отношении, и это, разумеется, я не просто так рассуждаю, а это связано с Филиппом, значит, к школе и к образованию вообще. Мне кажется, что вот потом, я надеюсь, что Филипп как-то отзовется на это, значит, возможно, ну, как бы три, что ли, таких главных, я упрощаю, конечно, но три таких модуса, если можно так выразиться. Первый, самый обыкновенный, такая школа, как такое, ну, такая унылая обязаловка, как такое нечто скучное, необязательно дурное, но вот такая скука. Честно говоря, ну, ладно, о себе я не буду говорить, значит, вот это тот тип школы, в которой я учился, честно сказать. Есть второе представление о школе, как школа, как такое место, где, ну, как бы закаляется, так сказать, характер ученика. Школа, как такая, в известной степени, школа выживания, что человек должен бороться, преодолевать там себя и какие-то трудности, которые, ну, специальным образом, сознательно организуются, так сказать, в школе, да, и вот человек, как бы, должен научиться совершать какие-то подвиги, сверхусилия и так далее. Это второй тип. Значит, третий тип школы, это школа, как райское место. Вот школа, как просто счастливое место, да, где происходит какая-то радость, так сказать, да. Вот помните, у Мандельштама было описание вот этого филологического семинара, где, ну, такая почти семейная какая-то обстановка, люди друг друга знают, разговаривают на какие-то страшно интересные темы, а в окно, да, лезут вот эти деревья университетского сада, да. И вот я, конечно, не знаю, да, так сказать, Короленко прав или не прав, сказавший, да, что человек рожден для счастья. На самом деле эта фраза, ну, как-то высмеяна, да, так сказать, отринута, причем умными людьми в том числе, но я не уверен, что они правы. Вот, во всем случае, я не могу сказать, для чего рожден человек, но я знаю, что вот то, что делает Филипп, и то, как он, мне кажется, относится к школе, образованию, вообще жизнь, это, как бы, помочь людям быть счастливыми. Вот что-то такое. Недавно, в общем, я слушал, как Далай-Лама говорил, очень мило о том, что человек, да, каждый, ну, неизвестно, рожден ли он для счастья, но то, что он хочет быть счастливым, это факт. И вот Филипп всем, всей своей деятельностью, и вообще всем своим существом, мне кажется, да, помогает людям стать счастливыми. Вот, за что я ему очень благодарен, и благодарен за то, что вот вы сегодня здесь с нами. Все, я замолчал, слово Филипп. Спасибо большое, честно говоря, после такого вступления я предложил бы нам разойтись лучше, мне точно уже не будет, но, по счастью, Далай-Лама во мне. Спасибо, я совершенно с вами согласен в смысле отношения к школе, и я очень благодарен за это приглашение сюда, я смотрел, смотрю этот цикл, и я хочу сказать, что я должен открыть свою шпаргалку. Вот она. Да, я хочу сказать спасибо Дому Абстернаку, который очень важен для меня. Так получилось, всю жизнь очень важен для меня. И когда... Филипп, извините, ради бога, я же, простите, простите, я не буду влезать, так сказать, больше. Я просто забыл сказать одну вещь, что ведь, когда я говорил о цикле, что первые годы мы собирались на прекрасной и совершенно уютной, чудесной веранде Дома Абстернака, и только последние годы это происходит онлайн, но все равно, разумеется, при непосредственном участии Дома Абстернака, разумеется, я страшно тоже благодарен этому Дому. Я хотел об этом сказать, а чуть не сказал. Все, не перебиваю. Да, и когда вы мне предложили участвовать в этой истории, в этом цикле, я, честно говоря, не очень знал, что делать, потому что есть очень много людей, о которых мне бы хотелось рассказать, и которым я очень благодарен. И поэтому я в некоторой растерянности и предложил назвать свое, я не хочу даже назвать это выступление, некоторый свой спич, так как называется именно рассказ о первой тысяче, из первых десяти тысяч людей, которым я благодарен, на что моя жена сказала, ты, видимо, хочешь, чтобы никто просто на эту встречу не пришел, и, похоже, но, похоже, она оказалась неправа. И хорошая идея, Алексей, спасибо, начать просто перечислять, мы все равно не уложимся в этот час, поэтому я даже хитрее решил поступить. И люди, которым я благодарен, мне страшно повезло вообще в жизни, потому что люди, которым я благодарен, их очень много, целое тайное общество, во всех смыслах слова, общество. И для каждого времени моей жизни, для каждого месяца ты можешь какой-то свой список из трех-пяти человек самых важных назвать. И я был, честно говоря, в некоторой растерянности, потому что хочется про всех сказать. Но мне помогла спасительная мысль, которая вообще меня в последнее время поддерживает, о том, что ты тот уровень идеальности, который на этот момент тебе доступен, вот им и живи. И это немножко примеряет действительность у людей с болезненным перфессионизмом, который в плохом смысле слова перфессионизм, когда ты всегда до чего-то внутреннего не дотягиваешься. И тогда я решил найти такую... Не решил, а просто подсказка была прямо передо мной. Я решил идти в прямом смысле слова от того места, где мы сейчас с вами находимся, к сожалению, виртуально, но находимся. И посмотреть вместе, куда это движение из этого места нас заведет. Потому что есть некоторые вещи, которые, хотя я сейчас не там, которые не забудешь. И история, которую я собираюсь сейчас рассказать, она начинается с бутылки водки, как, впрочем, многие истории в нашей жизни. Но сперва я попробую поставить один маленький видеофрагмент плохого качества, который снимал не я, и на нем непонятно кто, и слышно будет тоже не очень хорошо. А потом я объясню, что это все такое. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Горы, как мы ее называли. Ну, гор. И там, на самом краю поселка, есть такое, не такое красивое здание, как дом Пастернака, совсем не такое. На четыре, четырехблочное, двухэтажное. В одном из этих блоков жил мой дедушка, написатель Феликс Светов. Уже когда он был пожилым человеком, ему выдали дачу, дом. И он там жил. И наше детство, мое с братьями, а потом с моей сестрой, там часто проходило. Я не могу сказать, что оно там прошло, но оно там проходило иногда, а именно зимой. Да, спустя довольно много лет, после этих зимних приключений, этих каникул, я уже довольно взрослым человеком, с моим товарищем, которым мы учились в метеоуниверситете, приехали дедушки на дачу. Почему я сказал, что это связано с бутылкой водки? Потому что по уговору мы должны были ее принести. Мой товарищ занимался историей диссидентского движения и должен был записать Феликса Светова на диктофон. Все пошло сразу не так. С того момента, как я подскользнулся и разбил бутылку водки прямо на крыльце этой дачи. Был осужден совершенно справедливо всеми участниками нашей компании, то есть славой моим товарищам и дедушкой. Но водка много откуда-то появилась и начался совершенно поразительный рассказ. Дедушка родился в 1927 году и знал очень много людей. У него была необыкновенная судьба. И это был красивый устный эпос. Но ни я, ни слава не догадались нажать на кнопку диктофона. И этого рассказа не существует в природе больше. Некоторая драматизм ситуации усилилась еще тем, что дедушка в самом начале разговора сказал нам, когда я умру, то люди, о которых я рассказываю вам, люди, которых я знаю, они умрут вместе со мной. И мы переглянулись со славой и подумали, слава богу, этого не случится, мы же записываем этот разговор. И все это время, я много лет, лет 20, я переживал за то, что мы это не записали, а теперь уже думаем немножко про это иначе. Среди прочего, потому что в какой-то степени Феликс Светов сам придумал, как сделать так, чтобы люди, которых он знал, не умерли, а продолжали и продолжают жить. А именно он написал несколько книг, и одна из них называется «Опыт биографии». Она вышла в 1985 году, в том издате. И эту книгу только что мы переиздали. Она вышла в одном из любимших издательств Ивана Лимбаха. Я всем очень рекомендую ее прочитать. Мне кажется, что и по нынешним временам, да и по любым временам, она не есть какой-то свет, что ли. Ну и просто она очень интересная и в какой-то степени радостная, несмотря на самые мрачные истории, историй, о которых она рассказывает. И что в этой книге, и почему я не вспомнил? Он пишет в самом начале, что хотел запечатлеть время в самом его движении в этой книге. И это удалось. Это такой портрет поколения, в котором есть детство сына врага народа, потому что его отца, моего прадеда расстреляли в 1938 году. Он был первым деканом из ТФАКа МГУ. С Ви Фридленд и вызывали. Это история про новомирского критика, молодого и довольно дерзкого эпохи Твардовского. А потом совершенно иной разворот судьбы. Он становится диссидентом, он крестится, он напишет несколько книг о том, как приходит к Богу уже немолодой человек. И если какие-то искать такие лихие определения этой книги, то это такие приключения свободного человека в несвободной стране. Есть одна... У нас с ним было много разных разговоров, и одна была жуткая игра довольно. Сейчас я уже понимаю, что жуткая. Тогда мне как-то это в голову не приходило. Была игра, я был всегда ее инициатором, о том, что как будто бы мы оба в тюрьме и лежим на нарах и переговариваемся. Мне было очень интересно, как люди разговаривают в тюрьме. Сейчас я более-менее про это знаю, гораздо больше, чем хотел бы. Но тогда об этом рассказывал мне именно он. В истории нашей семьи есть один удивительный момент. В 82-м году, когда родился я, то посадили мою бабушку Зою Крахмальникову. А в 85-м году, когда родился мой брат Тимофей, посадили дедушку Феликса Светова. В 87-м году их освободили. И мой брат Тихон, который родился в 87-м, получил домашнее прозвище Тихон-Освободитель. Что, конечно, с братом Тимофеем страшно бесило, как будто мы виноваты в посадке наших родственников. А он их освободил. Но, тем не менее, это так. Ему, дедушке, посвящено стихотворение Юрия Левитанского. Я, хотя знаю, что его наверняка все знают, прочитаю его еще раз, потому что оно совершенно замечательное. «Отмечая времени быстрый ход, Моя тень удлиняется, что не год. Что не год удлиняется, что не день, Все длиннее становится моя тень». Вот уже осторожно легла рука На какие-то пастбища и луга. Вот уже я легонько плечом задел За какой-то горный водораздел. Вот уже легла моя голова На какие-то теплые острова. Она все движется, моя тень, Все длиннее становится, что не день. Однажды вдруг на исходе дня И совсем отделяется от меня. И когда я уйду от вас в некий день, В некий день уйду от вас в некий год, Здесь останется легкая моя тень, Тень моих надежд и моих невзгод, Волоса, бегущие за кормой, Очертания, контур неясный мой. Словом, так ли, этак ли, в некий час Моя тень останется среди вас, Среди вас, кто знал меня и любил, С кем я песни пел, с кем я водку пил, С кем я щи хлебал и дрова рубил, Среди вас, которых и я любил. Будет тень моя тихо у вас гостить, И неслышно в ваши дома стучать, И за вашим скорбным столом грустить, И на вашем шумном перу молчать. Лишь когда последний из вас уйдет, Навсегда окончив свой путь земной, Моя тень померкнет, на нет сойдет, И пойдет за мной, не пойдет за мной, Чтобы там исчезнуть среди корней, Чтобы растаять дымкою голубой, Ибо мир предметов и мир теней Все же прочно связаны меж собой. Так живите долго, мои друзья, И спалать вам, милые, в добрый час, И да будет тень моя среди вас, И да будет жизнь моя среди вас. Эти стихи Левитанского Навсегда у меня связались с Фериксовым светом, Не только потому, что они ему посвящены, Я не знаю, как эту историю посвящения, Может, она была формальная, может быть, нет, Но кажется, неформальная, Потому что они как-то с ним связаны очень крепко. Во-первых, они просто очень хороши, Скажем, мягко. Во-вторых, они о продолжении жизни, О победе над смертью. И когда он говорил ту фразу, Что его друзья продолжатся И продолжатся в других людях, И сам он в них живет, Я в это верю. И Левитанский пишет об этом. И вот еще какое дело. В 1986 году, Когда он выступал на суде С последним словом, Жанр последнего слова, Это какой-то важнейший жанр Нашей жизни и словесности всегда. Так вот, жанр последнего слова В 1986 году на его суде Был не просто формула названия жанра, Последнее слово. Казалось, мне так рассказывали, Что это в действительности Последние его слова, И его близкие больше уже его не увидят. Он был довольно пожилым человеком, Болел астмой, И впереди ему предстояла Довольно долгая, тяжелая пересылка, И он и близкие были, Боялись, я не хочу сказать, Были уверены, Предполагали, что он ее не переживет. Так вот, в этом последнем слове Были его слова, Я прожил счастливую жизнь. Я прожил счастливую жизнь, Я родился в стране на земле, Которую любил и люблю неизменно. И эти слова шли рефреном, Он их повторяет несколько раз. По счастью, он пережил ссылку, И вернулся, И мы успели с ним подружиться, Выпит в бутылку водки. Он мне рассказал, Что надо быть благодарным, И то, что люди, Которые ты встречаешься, Они навсегда остаются с тобой, Пока ты их помнишь. А еще его звали, Ему дали детское прозвище Светик. Если мы пойдем дальше, По переделке, То довольно скоро нам придут на память слова, Которые открывают одну очень важную книгу. Шли и пели, Шли и шли и пели вечную память. Когда останавливались, Казалось, что ее продолжают петь Ноги, лошади, дуновение ветра. Да, для меня эта книга, Доктор Живаго, Началась и навсегда стала связана С человеком, Благодаря которому Этот роман впервые вышел В Советском Союзе, С Вадимом Борисовым, Или, как его называли, Димой Борисовым. Я думаю, что об этом человеке еще выйдут какие-то невероятные монографии и статьи. Недавно относительно вышла замечательная книга о нем, Которая была представлена именно в доме Паттерната. И это был замечательный вечер из тех, который навсегда остается. И сейчас я скажу совсем коротко о нем. Знаете, вот есть такие люди, Которых очень сложно написать в энциклопедии, И о которых в энциклопедиях обычно и не пишут. Хотя без них никаких бы энциклопедий не было. В данном случае с Борисовым, В любом смысле слова, Потому что он один из идеологов российской британики, Которое так и не случилось. Так вот, Борисов один из таких людей, Потому что он создатель грибника, Создатель котла некоторого, В котором происходила культурная жизнь 60-70-80-х годов, 90-х. И если все-таки искать какие-то определения ему, То надо сказать слово историк, комментатор. Он комментировал доктора Живаго, Он издатель, Он издавал архипелаг ГУЛАГ, Когда работал заместителем главного редактора Нового мира. Он издал доктора Живаго в Новом мире И много других важных книг, Которые в Советском Союзе выходили впервые. Он автор, создатель, Организатор первого в России вечера Мандельштама, В 61-м, кажется, году. Совершенно непредставимая штука. Но вот он его организовал, И там была Надежда Яковлевна, И выступал в Евгенбург. Он дружил с Шаламовым, Ну, дружил, он общался с Шаламовым и с Надеждой Яковлевной. И вообще оказался одним из тех, Кто стал связующим между разными частями Раздробленной, рассеянной русской культуры. Как историк он занимался историей русской церкви. Но не без всяких «но», А, скорее всего, можно сказать, И удивительно то, Что он был автором «Круга», Автором свободных пространств. И мне повезло, Потому что он очень дружил с моим отцом. И когда узнал, что мне интересна история, Не пожалел времени приходить к нам в гости И рассказывать мне про античную литературу, Античную историю. В результате это привело меня к тому, Что я стал заниматься, Я не стал заниматься классикой, К сожалению, но учился на классическом отделении. А он очень сильно на меня повлиял. И если бы нужно было выделить что-то одно, Какое-то одно слово, Одно качество, за которое я ему благодарен, Это умение сохранять достоинства В самых сложных ситуациях. Более того, в этих сложных ситуациях Он создавал пространство свободы, Свободные такие зоны. И я прошу прощения за это качество звука, Качество сигнала. Мне не хотелось, чтобы все совсем иначе У нас сегодня было встроено. Потому что, тем более, в такой компании Как-то мне совсем неловко В монологичном жанре выступать. Мне бы хотелось слушать, Как минимум разговаривать. Поэтому сейчас я потихонечку буду заканчивать. Но прежде расскажу еще об одном человеке. И вот о каком. Только что вышла книга «Радио Мартын», Которую сказал Дмитрий. Я ее довольно долго писал. Она посвящена двум людям. Один из них Гоша. Так там написано. Посвящено Гоше и Ишоте. Гоша и Ишоте – это мои друзья. Они не были, к сожалению, знакомы. И о Шоте я как-нибудь в другой раз расскажу. А про Гошу надо сказать несколько слов. Но прежде вот что. Вообще, как сказала моя ученица Древнегреческого языка когда-то очень давно, Самая важная добродетель на свете – Это благодарность. И мне бесконечно нравится этот цикл, Происходящий в музее Пастернака, Который вы делаете. Потому что, особенно сейчас, я думаю, Что в нынешние времена эти слова благодарности Помогают совершить, может быть, Одну из самых важных вещей. Именно помогают сохраниться, Изберечь себя, свой ум, душу, Свою совесть, не было есть этого слова. И те, кого мы знали или знаем, Они такие патронусы и помощники в этом. И если кто-то старается, Государство старается высвечивать в людях Самое худшее, То те люди, которые высвечивают в людях Самое лучшее, Они супер необходимы. Вот Гоша, На котором я сейчас скажу два слова, Был из таких людей. Мы с ним учились в одном классе. Он был невероятно улыбчивым человеком. С ним всегда было очень весело и смешно. Спустя много лет я его встретил, Он мне сказал, что он собирается стать священником. Мы про это тоже с ним посмеялись. И мы мало виделись в последние годы, Но у него было одно свойство. Он умел появляться в моменты, Когда тебе было очень-очень плохо. Он как будто чувствовал это. Есть такие люди, может быть, у каждого, Которые как будто бы знают, Когда нужно появиться. И они могут даже ничего толком не сказать. Но своим появлением Они что-то в твоей душе меняют. И как-то что-то с тобой делают. Я сегодня рассказывал о людях, Которых уже нету, Которые умерли. Это получилось случайно. Просто нужно было с чего-то начать. Гоша тоже умер. Гоша погиб. Пять лет назад. Это история о том, Как человек спас бездомного, Попавшего на рельсы. Может быть, вы слышали об этой истории. Он служил в храме послушником. И однажды на станции увидел, Как бездомный попал на рельсы. И его с этих рельсов отвихнул, А сам не успел. И с этих рельс никуда идти. И чтобы понять, Каким он был человеком, Можно прочитать его письмо. Он оставил, по счастью, Довольно много текстов. Меньше, чем надо бы. Меньше, чем хотелось бы. Но некоторые тексты оставил. И один из них – Это письмо про исцеление. Сейчас дни его памяти. И я прочитал на его странице это письмо. И хочу вам прочитать его вам. А сейчас для меня, Пишет Георгий Великанов, Сейчас для меня действительно Самое важное и ценное – Услышать сердце человека. Потому что это не прийдет. И в момент наибольшей подлинности, Скажем, перед лицом смерти, Или очень ярких, глубоких переживаний, С человека обычно слетает Мишура интеллектуальной Или душевной позолоты. И обнажается его душа. И она оказывается прекрасной. Этого момента, думаю, Все мы в той или иной мере боимся. Нам кажется, Что нас не примут такими, Какие мы есть, Во всей обнаженности, раненности. Но боимся быть простыми. И спешим обзавестись Разными бирюльками, Орденами за заслуги. Тогда, кажется, Нас примут и возьмут свой круг. Мы думаем, Что без этих бирюльок Нас не будут любить, Потому что не за что. Нам страшно, Что нас или отвергнут, Или обсмеют, Или того хуже, Надругаются над тем, Что свято и дорого для нас, Над теми робкими ростками, Что скрыты в нашей душе И жаждут пробудиться. Может быть, я это только про себя? Ну нет, Я знаю от многих, Многих, Кто чувствует так же. Моя подруга однажды Обнаружила это, Общаясь с умственно отсталыми людьми. Она пришла на встречу Общины веры и свет. И там девушка с синдромом Дауна Стала задавать ей Очень незамысловатые вопросы. С кем ты дружишь? Какой чай ты любишь? Тебе нравится мое платье? И вдруг Настя поняла, Что девушке совсем не интересно Ни ее образование, Ни работа, Ни дипломы. Только она сама. И это стало началом длинного пути. Кстати, Пишет Гоша, Так же случилось с Жаном Ванье, Основателем таких общин. Он был морским офицером, Затем преподавателем теологии В университете. И вдруг встретился С умственно отсталыми людьми. Он говорит, Я понял, что им не нужны Мои знания и умения Красиво говорить. Им нужна дружба. И я стал дружить. И последний абзац этого письма. И мне кажется, У каждого из нас Есть какая-то основная защита. От встречи. Те доспехи, Которые были в какой-то момент Жизни надеты. Может быть, В момент очень сильной раны. Психология, наверное, Может помочь Обнаружить этот момент И как-то с ним поработать. Но снять эти доспехи Решение очень серьезное, Заслуживающее Огромного уважения, Бережности И нуждающейся В поддержке благодати. И это процесс. Вот для Жанны И для моей подруги Таким процессом Стало общение С умственно-насталыми людьми. Я тоже это ощущал. Ведь они люди, У которых просто нет силы Ума защищаться. И от этого Твоя душа получает Какое-то дивное исцеление. Ум и сердце Приходят к красоте И воссоединяются. Еще это может произойти В молитве. Вот такое письмо Георгия Великанова. То, что я его сейчас Прочитал И его сейчас встретил Это письмо Для меня продолжение Все того же Его умения Появляться в самые нужные моменты И говорить какие-то Единственные важные Точные вещи. Потому что Когда ты С такими словами Сталкиваешься С таким человеком Сталкиваешься Ты вдруг Действительно Получаешь Возможность На себя посмотреть Чуть-чуть Как будто бы со стороны И вздрогнуть И даже Немножко себя не узнать И я думаю Что это Необыкновенно важно Постоянно Такое упражнение С собой делать Мне важно Чтобы не превращаться В того Кем ты так не хочешь В моем случае Одним из способов Который Помогает тебе Поглядеть На себя Так со стороны Оказываются Среди прочего Стихи Замечательные стихи И Они тебя Выбивают Из этого состояния Из любого состояния Если бы у меня Лучше работала Связь Если бы я Лучше мог бы Сегодня сформулировать Я бы рассказал Еще об одном человеке Но Поскольку я обещал Рассказать о тысяче То вот какой способ Я придумал Как раз стихи Позволяют нам Рассказать гораздо больше Чем Что бы то ни было Другое Потому что Это очень экономный способ Высказывания В них Все сжато Стихи Которые Я В последнее время О себе Повторяю Это стихи Михаила Эзенберга О котором Мы уже сегодня Чуть-чуть Совсем говорили Потому что Среди прочего В них есть Огромная сила Смирения И Жалости Жалости в смысле Сострадания Я думаю Что Эти два Свойства Мне лично Сейчас очень нужны А стихи И И Дают тебе Некоторую Прививку Что ли И Стихотворение Михаила Эзенберга Называется Два голоса Вот как оно звучит Что у тебя с лицом Нет на тебе лица Выглядишь беглецом Топкая здесь земля Тонок ее настил Долг ее отлив Быть не хватает сил Жабрами шевеля Вот объявился тать Командир этих мест Что не увидит Съест Нечего ему дать Всех коров извели Зверя сдали на вес Множество Стрегали Но никаких овец Да, но еще вдали Множится голоса Выброшенных с земли Стертых с ее лица В камни обращены Гонят воздушный ключ Запахи нищеты Камень еще горюч Время-то на износ Время-то Побрез Чтобы не началось Некогда ставить крест Выбери шаг держать Голову не клонить Жаловаться не смейте Выбери жизнь Не смерть Жизнь и еще не вся Жаловаться нельзя На этом стихотворении Я хотел бы закончить Свое невероятное выступление Потому что Дальше Нету сил Бояться Что сейчас Оборвется связь И вообще испытывать Ваше терпение Отмечу только Что Поскольку мы В доме Пастернака То на том самом вечере Вадима Борисова Который Происходил В доме музея Пастернака В двух шагах От дома Которым я проводил Своё детство У дедушки Был Михаил Азенберг И Для красоты истории Надо сказать Что именно это стихотворение Он там читал Пусть так и будет Хотя Было не так Теперь я был бы рад С вами поговорить Спасибо огромное Филипп Надо сказать Что Разумеется Я пригласил Мишу Тоже В качестве гостя Вот нашего цикла И он Согласился И была с ним встреча Ещё когда Мы собирались В Пастернаков Я знаю Я не доехал тогда В доме Да 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 Вот вообще Разумеется Когда Вы Ну Я знаю Это стихотворение Да Азенберга И Есть Вот этот Удивительный Мне страшно Нравящийся Вообще Такой Особенный Какой-то мотив У него И в этом стихотворении Это есть Тоже Да Что есть Ну там Здесь Там Ножица Стригалина Никаких овец Да Помните Есть там Детский сад А где же дети Да Вот есть Как бы Какие-то Как бы вещи Да Какие-то Простов Но не те Как бы Да Вот Какие-то Подмены Так сказать Происходят Да Это всегда Немножко Сказано Как-то так Особенно Чуть-чуть Как будто бы Смешно И И Ну разумеется Трагично Тоже И Ну Как-то удивительно Действительно И И смиренно Как вы Точно Сказали Да И И с какой-то Действительно Жалостью Это все Совершенно точно Вы сказали Хорошо Значит Я не хочу Тоже Забивать эфир Потому что Я уже В начале Чего-то Значит Говорил И так далее Пожалуйста Может быть Есть какие-то Вопросы К Филиппу И Какие-то Реплики Можно Сейчас Да Так сказать Ну Чтобы мы На вас Посмотрели Если кто-то Хочет Этого Да Открыться И Включить Микрофон И просто Голосом Что-то Спросить Пожалуйста Ну Может быть Я скажу Только Я хочу Спрашивать Прости Секунду Вот вообще Надо сказать Что Я очень рад Что Ира Здесь Потому что Вообще говоря Ведь этого цикла Без Иры Бы просто Не было Потому что Да С ее Приходом В музей Началась Какая-то Конечно Особенная Здесь Жизнь Вообще Это понятно Да Нет Прости Во-первых Я хотела сказать Дима Может быть Ты со мной Согласишься Потому что Крайне редко Было Ну то есть Не Крайне редко А Скажем так Все-таки Редко Бывают у нас Такие люди Которые Практически Приносят Ну как бы Вот этого Человека В себе Нам Как-то Ну Постороннего Другого Человека Демонстрируют В том Смотрю Что Это какой-то Очень Такой Рассказ Не просто Что он там Делал Чем известен Этот человек А Это все-таки Не у всех Получается Согласись Вот Липа Это получилось И Я С каким-то Таким Ну Ну В общем Да Замиранием Сердца Это слушала Вот И мне В какой-то Момент Подумалось Что я Очень хочу Филиппа Обнять Просто За этот За этот Рассказ Но Но Поскольку Все-таки Нас разделяет Некоторое Такое Географическое Расстояние Только Географическое Я знаю Что в Грузии Очень Я тоскую По Грузии Безумно Там Некоторое Количество Моих Блистательных Прекрасных Друзей Которые В свое Время Вынудили Меня Произнести Какой-то Тост Это особая Вообще История Вот И Так Замиранием Смотрели На меня Выдержали Выдержали Я это Я С испугу Что-то Такое Начала Произносить Понимая Что я Не должна Произнести Ни одного Банального Слова Ну вот Все-таки Наверное Какая-то Банальность Там Из меня Ну как-то Так вот Исторгалась Но тем не менее Я произнесла То Что За что Потом Расплачивалась Я сказала Что грузинские Объятия Целебные И С этого Момента Каждый Грузин Окомившийся Со мной Знавший Меня Считал Своим Долгом Подойти И Обнять Меня Чтобы Сообщить Мне Эту целебность Вот Филипп Я очень хочу Чтобы После нашей Там Выложенной Где-нибудь Записи И так далее К вам все-таки Подходили Вот эти Вот эти Безумные Грузины Прекрасные И обнимали вас И передавали Мое Чувство Вам Это взаимно Я не хотел Присоточить Человек Который Нуждается В целебной Я Это было С вами Связано А Грузины Так это Очень серьезно К этому Отнеслись Они Правда Оценили Свои Объятия Как Целебные Момент Моя Жизнь Ну вот Я Маленький Комментарий Если Можно Значит Про Тосты Это Действительно Ведь Особое Дело В Грузии Конечно Предполагается Что Это же Не просто Какие-то Дежурные Действительно Слова А какие-то Особенные Слова И я Помню Эту Прекрасную Историю Которую Один Очень Известный И уже Тоже К сожалению Покойный Грузин Рассказывал Про то Как Все 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 Стали Пить Его Здоровье Вот Этого Человека И Говорить Какие-то Невероятные Слова Значит Какой он Прекрасный Хотя Все Видели Его Первый Раз Там Что-то Хвалить Там Его Жену Которую Тоже Никто Не Видел Там Как Его Там Всех Там Все И Он Ну Как И Положено Выпивал Выпивал И как-то Может быть Даже Слишком Много Он Выпил Потому Что Когда Он Уже Выходил С Хозяином Дома Из Этой Квартиры Он Сказал Ну Вы Грузины Все Так Очень Какие-то Ну Фальшивые На Сам Дели Люди Ну Ведь Вы Вы Же Никто Не Знал Меня Ну Нет Вам Наплевать Наверное Вы Же Говорили Какие-то Слова Которые Может Не Соответствуют Действительности На Что Этот Друзин Ему Сказал Ну Дурак Же Ты Володя Его Зовут Володя Дурак Же Ты Володя Ведь Мы Же Когда Мы Говорили Какой Ты Прекрасный Еще Что Такое Мы Же Магическое Совершенно Такое Действие Вот И в этом Есть Конечно Тоже В этих Прекрасных Словах Да Есть Такая Магия Тоже И Действительно Ты Начинаешь Пытаться Им Соответствовать Ну Если Ты Совершенно Правильно Ну Как Да Ну Это Попутно Да Это Я Если честно Бесконечно Люблю Грузинские Застолья Мы Здесь С Марта Я Никуда Не Хожу Потому Что Боюсь Что Раньше Когда Мы Приезжали В Грузию Не Было Правила Приезжать Не Дольше Чем На Три Дня Потому Что Ты Превращаешься В Полено На Четвертый День Это Невозможно На Сейчас Таких Вечеров Почти Не Бывает Поэтому Я Почти Выжил В Э Смысле Но Мне Ещё Ужасно Нравится Что Немножко Как Джаз Когда Есть С одной С одной С одной С одной С одной С одной С другой С одной С другой С другой С другой С другой Есть Очень Чёткие Правила Того В какой Последовательности И Какие Именно Тосты Произносятся Нет Это Конечно Удивительная Удивительная Страна Удивительные люди Удивительные места Да Так Хорошо Слушайте Ну ещё Какие-то Может быть Лёша У вас Есть Какие-то Вопросы Или Реплики Ну у меня Просто Огромная Благодарность Потому что И в принципе Как нас Учил Хайдегер Да Это Удивительно То что Лечь-то Существует Хотя в принципе Гораздо Естественнее Ему Не Существовать В принципе У меня Огромная Благодарность За то Что И встречи Эти Продолжаются И Арзамас Функционирует И Михаил Натанович Действительно Он Очень Точно Я думаю Было 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 Стихотворение Если вы Помните Вот Одна Большая Идет Зима А за Ней Другая Не Меньше Той И Хозяин Льна Господин Зерна Говорит Про Тяжелые Времена Прямо Таки С Хозяйственной Прямотой И Оно В общем И тогда Звучало Очень Уместно А за Годами Хотя Не так Давно Да Это был Январь Может быть Какого-то 2020 Первого Может быть Года Относительно Недавно Так что Просто у меня Огромная Благодарность Огромная Благодарность Да Хорошо Спасибо Я хотела Добавить Это правда Редко так бывает Филипп Вы просто Создали Какое-то Такое Пространство В котором Вдруг оказалось Возможным Говорить Еще про Что-то И это Будет Тоже Продолжение Человек Других Людей Вот Да То есть Не только Ваша Какая-то Прекраснейшая Там Ну Память Я не знаю Ну да 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 Который Муж Людей Затаскивать Да Да Из Арзамасовских Вещей Я Вот Какое-то Время Назад Тоже Уже Это Не Вчера Было Но Сравнительно Недавно Да Я Слушал Подкасты С С Калининым О Сирийских Мистика Замечательно Замечательно Просто Замечательно Да Я с Сергеем Лезовым Беседовал И он Рассказал Что Этот подкаст Он Переманил Переманил Студентку С Филфака МГУ Переманил На Изучение Языков Угрожаемых И Теперь Эта Студентка Запрыгивает Вместе С Лезом В самолет И летит Экзотические Места В Сирию В Турцию Если бы Не этот подкаст Она бы Изучала Тургенева Короленко Смотрите Мне кажется Если у вас Будет Возможность Знакомиться С Могином Очень Здорово Невероятно Человек Да Чувствуется Что он Невероятно Встретить Очень смешно Максим Пришел к нам В редакцию Розамаса Я знал Что сейчас Придет человек И будет Рассказывать Про сирийскую Мистику О которой Я довольно Мало чего Знал Я себе Представлял Это вообще Меня не красит Но я себе Представлял Что сейчас Еле-еле На наш Четвертый Этаж Поднимется Летний Старец Другой Другой Я вам хочу Рассказать Про Иса Козай Ну Он тогда Блесил Даже Младь Меня Очень Обаятельный Молодой И Ироничный И начал мне Что-то Говорить Про Иосифа Хазаю А у У меня был Довольно Плохой день Тогда И Еще я был Внутри конфликта С соседями Которые Постоянно Мне звонили И на Притяжении Все встречи Они звонили Звонили А Максим Все говорит Про Козаю И про Сирийскую Музыку Я как-то Так накипал Потому что Я понимаю Что Я не могу Придумать Как Аудиторию Горзамаса Рассказать Сирийскую Мистику Сирия Мистика Но это Не та Сирия Не те Музыки Объясни Что Это Музыка Ты Уже Потерял Сирию И Мне Звонит Соседка Я Наконец Я прошу Прощения Максима Беру Телефон Мы Начинаем С ней Ругаться И Потому что Якобы У меня Шумела Сиральная Машина На самом деле Шумела Сейчас Не буду Об этом Говорить Подробно И Я говорю В сердцах Максима Максим Но вы же Вот Мне Звонит Соседка Моя Я Начинаю Ее Ненавидеть Я Не хочу Ненавидеть Какую-то Незнакомую Мне Терку Что Мне С Этим Делать Ваши Сирийские Мистики Могут Помочь Да Конечно И Так Выяснилось Что Действительно Традиция Сирийской Мистики Может Сегодня Помогать И Максим Находит Какие-то Удивительные Слова Для Этого Так Что Да Это Правда Встреча Важнейшая Оказалась Тогда Спросите Еще Уже Тысяча Была Анонсирована Пока Даже Не приблизились К десятку Еще Кто Тогда Еще Из Авторов Арзамаса С которыми Вы Непосредственно Работали Вообще Все Которые Вам Достались Что называется О Ком Хотелось Еще Рассказать Кроме Максима Калинина Которые Для вас Оказались Важны Потом Уже Да Если Каких Авторов Да Ну Есть Вещь Которую Я сделал В Арзамасе Я К сожалению Последнее Особенно Время Много Занимаюсь Не тем Что Что Называется Руками Делаешь А Какие-то Организации И Придумыванием Каких-то Больших Историй И Мало Удается Сделать Самому Что-то Непосредственно От начала До конца Но Есть Проект Которым Я горжусь Наверное Один из Прошу прощения Один из тех Проектов Которым Я особенно Горжусь Это Проект Адашевском Как раз О Григорий Дашевском И он Доступен Сейчас В радио Арзамас И на сайте Тоже Мы Попросили Несколько Людей И Надо было Попросить Больше Количества Мы очень Торопились Выбрать Одно Ситворение Дашевского И сказать О нем Несколько Слов И там Стали Происходить Чудеса Потому Что В этом Цикле Получилось Так Что Есть Первое Ситворение Написанное Дашевским Из Известных Нам И его О нем Рассказывает Елена Пстернак И последнее Стихотворение Дашевского О Парлах И о нем Рассказывает Мария Степанова А внутри Очень много Разных Голосов Людей Которые Говорят Об этих Стихотворениях И я Жалею Что я Некоторых Присутствующих Не успел Тогда попросить Рассказать Потому Что Все было Как-то Суетливо И надеюсь Что этот проект Сделано Вторую часть Его Вот это Я очень Люблю А Дашевскому У меня была Первая мысль Рассказать О нем Но я понял Что просто Мне не хватит Ничего Для того Чтобы Я слышал Конечно Эти записи Вот Как люди Говорят О стихах Действительно Все Прекрасно Сказали Очень интересно Просто Замечательно Как Миша Гронос Чудесно Сказал Да Как там Ну Да 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 Очень интересно То что Да Там Да Да Не мелькнуло Летно Как всегда Опоздавшие Ноги Да Да Это Другой Тоже Проект Который Который Придумала Моя жена Надо сказать Честно Мы Однажды Был вечер В доме Двенадцать Из цикла Стихи Про меня Формат Который Придумал Петр Вайль Его Митя Борисов И Женя Лавут Кажется Они Решили Выспроизводить В доме Двенадцать И через совершенно Замечательные Поэтические Вечера Люди читают Стихи Поэтов Которых Они любят И говорят О них Немного И Одним Из Один Таких Вечеров Вел Анатолий Найман И он Говорил О Лермонтове А я Ничего Для меня Не было Такого Поэта В школе Мне не повезло С чтением Лермонтова Я все Пропустил В Разомасе Мы делали Материал О том Какой Лермонтов Был Помягче Сказать Необаятельный Человек И Как-то У меня было Предвеждение Жуткое Ну Толком Никогда Я его Не видел Короче говоря А тут Найман Стал читать Его стихи И даже То Как он Читал Уже Было Достаточно Чтобы Расслышать А когда Он еще Начал Какие-то Давать Комментарии Я Совсем Пропал И Понял Что Хочется Чтобы Об этом Узнали Больше Людей Мы Записали Попросили Его рассказать Об этом На камеру И Дальше Стали Делать Другие Записи И Записали Его Рассказы О Мандельштаме Двух Серийный Большой Рассказ Блоке О Банинском И Моя Жена Нана Очень Любит Эти Записи Эти Рассказы И Она Предложила Такую Идею Упросить Наймана Записать Рассказы Аня Ахматовой Как Он Читает Сам С Комментариями Пояснительными И Внезапно Он Согласился И За годы Его смерти Мы Записали В лето Он умер В январе В начале Года Да Да Точно А Летом Мы Его Записали И Это тоже Совершенно Необыкновенная Вещь И Она Она Мне Дала Возможность С Найманом Общаться Это История Записи Его И Это Для меня Огромная Встреча Как раз Сирийские Мистики Он не очень Любил И Любил Ругаться На нас За то Что Мы Упрощаем То Что Люди 30-40-50 лет Занимаются Созерцанием И прочее Чем-то Настоящим Мы Здесь Пытаемся Шутливо Как-то Пересказать И Это Справедливый Укрек Во многом Мы С Максимом Про это Переживали Но Решили Что Уж Что Поделаешь Тем более Если Девушки Отказываются От Тургенева В пользу Исаа Исеяна Значит Все-таки Все не так Плохо Но Для меня Встреча с Найманом Была Какой-то Огромный И Я потом Уже думал Какой Огромный Он прожил Жизнь И как Он сильно Менялся Вот Есть люди Которые Не меняются Или они Сразу же Какие-то Волшебные Невероятные Наверное Таким Был Дашевский Кажется Довольно Скоро Он стал Просто Невероятным Человеком Ну Он Останился Лучше Жарство Говорю Извините Не лучше Он становился Как-то Что-то Менялся Как-то Менялся Конечно А есть люди Которые Несколькими Становятся Внутри себя Которые Переживают Несколько Жизней Разных Совсем Мне кажется Что Анатолий Генрихович Неймон Был таким Человеком Который С какого-то Момента Вдруг Стал При себя Так Так Строго Думать Что Стал Себя Менять Сам Мучительно И тяжело За счет Разных Вещей За счет Разных Сил Веры Любви Своих Близких Своего Таланта И Неймон Который Мне уже Доводилось Иметь Дело Посчастливилось Быть знаком И Неймон Лет Смидесятых Семидесятых Это Во многом Разные люди И тот Которым Посчастливилось Быть знаком Мне Человек Необыкновенный И Такой Веры Глубины И Опять же Смирение Что Что Я не могу Когда я слышу Его голос Читающий Его книгу Я Готов Разрыдаться Просто Из того Что стоит За этим голосом И Как Какой-то Огромный мир А его стихотворение О рыцаре Стало для меня Самым главным В последний год Хотя Я не Не знал Его прежде Сейчас Наизусть Не скажу Сейчас поищу Может быть Судорожного Найдите Да Если можно Сейчас поищу Да Оно есть Кстати В Радио Мартын Как Как Такое Обе Главных Мне Потребуется Одна минута Я знаю Где Найти Но Ничего Ничего Нет Не найдете Да Найду А Найду Вот Это Галина Отвечая на ваш вопрос Про Людей Арзамаса Ну и конечно Те С кем я работаю Это Очень Мощная Команда Мы много лет вместе Хотя приходят новые люди С ними тоже очень здорово Интересно Так Еще Один из авторов Арзамаса Вернее не так Человек который На Арзамас очень сильно повлиял Один из его соавторов Это Андрей Леонидович Зорин И Мой учитель Я писал у него диссертацию Один из замечательных Огромных ученых Нашего времени И Константин Поливанов Который Приводовал мне в лицее И Слово Арзамас Именно Я предложил так название Я тогда Совсем был дураком Сначала я отказывался Думал что как-то не по чину Потом Решил что надо изменить Назвать Арзамас Потому что Чтобы как бы отстроиться Сейчас я В ужасе думаю А если бы мы правда так сделали Какой был бы Кошмар Слава богу Принесло Слово Начало бы просто Издеваясь Про Арзамас А по нынешним временам Это уже совсем что-то Невозможно У меня была идея Что от А до З Почему Слава богу Этого не случилось Вот Это Константин Поливанов Придумал И Вот я нашел Это стихотворение Анатолия Наймана Я не знаю Какого оно года Кажется Десятых годов Начало Десятых годов Брось Невидящий взгляд Рыцарь На жизнь И смерть Езжай наугад Дальше Спасая треть Четверть Косьмушку Дробь Предназначение Жар Скачки Как я Угробь Опыт И путь Езжай Многие стихи Надо видеть глазами Но это особенно Потому что Оно все такое Дробное И с Жембоманами И его сложно Читать Воспринимать На слух Я пришлю вам Первая строчка Брось Невидящий взгляд Рыцарь Спасибо Спасибо Ну что Еще какие-то Есть у кого-то Вопросы Или какие-то Соображения Если Нет Давайте А какой Какой Регламент Мы Норачиваться Ну Примерно Да Мы должны Будем Скоро Закругляться Конечно Наверное Минут 10 еще У нас 10-15 Пожалуйста Если Филипп Может Еще Побыть 10 минут Я Честно говоря Хотел Начать Сегодня Но мне Потом Показалось Что Как-то Будет Слишком Неловко А сейчас Уже Так Не кажется Потому что По-моему Нам удалось Всем вместе Создать Какое-то Довольно Специальное Специальное Состояние Правда Такой Зимний Террас Музей Пасерната Есть Поскольку Я довольно Давно Уже Уехал И Из Москвы Периодически Москва Мне снится Есть Место В городе Которое Я страшно Люблю И не только За него А за Сейчас Объясню За что Когда Кажем В середине Марта Довольно Уже Можно Жить И Появляется Какой-то Специальный Свет Вы Оказываетесь В районе Бронны А я родился В Южинской Переволке Который Сейчас Палашевский Вернее Был Раньше Палашевский Палашевский Потом Стал Южинским Сейчас Новоколашевский И для меня Это родные места Так случилось Что мы Куда вернулись Некоторые Время назад И я там Стал снова жить И Там есть Такой Дом Мне стыдно Я так и не узнал Никогда Его историю Он На Бронной На углу Бронной И И И И И И И И Он С Жестяной Такой Шляпкой Как будто Он Лысый Немножко Такой Скособоченный Вот Есть Два Великих Крыши В Москве На Кропоткинской Рюмочка И Вот Эта Вот Жестяная Которая Хочется Погладить Его И Там Вот Я Однажды Шел Гулял И У меня Был В руках Телефон Кто-то Мне Прислал Или Что-то Как Бывает Ты Нашел Куда-то Не Туда И Вдруг Куда-то Влетел Все Изменилось И Мне Попало Стихотворение Дмитрия Веденяпина Которое Я С тем Фор Страшно Люблю И Ношу Всегда С собой Я Хотел Прочитать С самого Начало Когда Мы Увидимся Потом Подумал Что Это Будет Как То Движкам Дико А Сейчас Уже Так Не Думаю И Оно Вот Такое Просто Оно Для меня Настолько Связано С этим Утренним Светом Конца Зимы Начало Лесны И Ощущение Какого-то Извините За то Что Я К вам Обращаюсь Просто Я Долго Или Коротко Лично Воплощаю Я Не знаю Уместно Читать В присутствии Автора Это Лето Не Прочтите Я Не К тому Чтобы Вас Тут Разжаловить Просто Есть Такая История Братья И Сестры Обруч Плыл Золотой По морям Без Конца И Начало Одна Черепаха Всплыла Слепой Головой Бац В него То Как раз И Попало Да О чем Это Я Вот Забыл Извините Конечно Вспомнил Льется Фарфоровый Свет На Бесхозные Вещи Осеняя Террасу Сарай Озаря Дорогу Так Что Ад Тоже Может Быть Рай Слава Богу Спасибо Спасибо Филипп Это Неожиданно Озеняя Террасу Озаря Дорогу И Вот Этот Свет Всякий Раз Когда Я Вижу Где Бо То Ни Было Для Меня С Этим Связан Со Да Слушайте Я На самом Деле Был Потрясен Тем Что Вы Что Этот Священник О котором Действительно Вот Ира Тоже Закивала Да Мы Мы Слышали Эту Историю Мы Читали Про Да Вы Знали Тоже Лёша Да Мы Не Знали Что Это Ваш Друг Да То Что Вот Так Все Действительно Как Близко Все Связано Да Мы Знали Что Вот Это Случилось И Какой Это Прекрасный Человек Спас Вот Да Удивительно Да Письмо Письмо Которое Вы Он Не Успел Священником Он Был Алтарником Да Я Пришел В девятый Класс Мы Учились С ним В Орабьевых Горах Был Такой Лицей Где Иванов Как раз Преподавал Преподает Я Пришел В девятый Класс Он Восьмого Класса Учился И У нас Была Маленькая Дружеская Компания Тогда А после Одиннадцатого Класса Когда Я Мы стали Гораздо Реже Видеться Я Конечно Себе Это Простить С трудом Могу И Поэтому Поэтому Очень Мне Очень Обидно Что Я Эту Встречу Не Ну Как-то Не Не Поливал Не Не Занимался Ею Вообще Хочется Заниматься Встречами Которые Как будто бы Само собой Те даны На самом деле Это не так А что было На видео Вначале Да На видео Я хотел его показать Как раз в конце Но из-за того Что качество не очень Решил Не ставить Можем его поставить Это Гоша Великанов И Настя О которой он пишет письмо Они поют Пасхальные песнопения На армянском языке Вот А где они находятся В армянской церкви? Нет В Москве Я бы сейчас задумался Вообще Там же есть армянская церковь Вы знаете Да Мне кажется Нет Последние годы Он Служил алтарником В церкви У меня сразу Вылезло из головы Да Вылезло из головы Название Метро Где-то Где-то Совсем-совсем Не в центре А до этого Он был Прихожанином Прихожанином Космей Демианом Ну и там Там вообще Много людей Связанных с верой и светом И Настя Бельчакова Наша тоже Одноклассница И Человеку Которому Гошу Письмо Космей Демианом 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 Космей 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 Демианом Как раз Я могу сейчас Она там очень глубоко Запрятана Я ее Могу Себя Перепостить В Фейсбуке Чтобы она была Где-то сверху Спасибо Спасибо Да 16-й год 15 мая 16-го года Ну да Это Пасха Среди Маги Вот Спасибо большое Ну что Какие-то еще У вас есть Вопросы Или что-то Или все-таки Будем Вопросов Примерно 10 тысяч Поэтому Вопросы Есть Да Не просто Да Да Спасибо Спасибо Огромное Действительно Уже Простейшие Просто вещи Они уже Помогают Выжить А то Что и Настолько Вещи Существуют Настолько Настолько Цветущие Сложности Это просто Паразит Просто Паразит Да Но Филипп Ведь Действительно Арзамас Продолжается Ведь Правда Он Делаете Сейчас Что-то Да Да Довольно Сильно Мы задумались Крепко В марте Да И смысл И так далее Всякие возможности Что-то В общем Были всякие Свои Понятные Непонятные Трудности Но сейчас Все Происходит Посмотрим Насколько Долго И все Такое Сейчас Работаем Каждую Неделю Что-то новенькое Появляется Кстати Кстати Говоря Вот точно Вам будет интересно Через Неделю Выйдет Фильм В двух частях Который называется Стихотворение Другие Тексты В котором Азенберг Читает стихи У нас есть Такой цикл Автор Среди Нас Названный В честь Рубинштейновского Стихотворения И Там мы успели Записать Каваля Рубинштейна И в Москве Еще записали Азенберга Скоро выложим Должна быть Вообще Мощная Душеспасительная Вещь А большой город Насколько Был прекрасный Просто Поразительно Да Другая Какая-то жизнь Вот я Несмотря на Я честно говоря Беспокоился Что Я Буду рассказывать О людях Которые И вообще Говорить Как бы много Про смерть И Зачем Но По-моему То есть Мне бы хотелось Чтобы От этого Наоборот Было бы Ощущение Обратное Как стихотворение Пастернака Которое Я не стал Цитировать Потому что Слишком Про плоты И И И И Как Весь Роман Доктор Жива И Как Письмо Гоши Великанова И Как То Чем Мне говорил Феликс Светов О том Что люди Продолжаются Когда ты Помнишь И они Никуда Не исчезают И Как То Как Вадим Борисов Вокруг Себя Создавал Миры И Они Дальше Начинают Жить Доложаться Действительно И Как Створение Азенберга Жаловаться Нельзя То есть Мне кажется Если честно Мне кажется Жаловаться Можно И Нужно Во всем Остальном Я С этим Створением Очень Согласен Ну Да Но там же Очевидно Что внутри Эта Жалоба И Присутствует Не Перманент Блеск Да Точно Вот Слушайте Ну Огромное Спасибо Спасибо Большое Спасибо Прекрасная Встреча Действительно Благодаря Вам Получилось Спасибо И надеюсь На новые Какие-то Спасибо Спасибо Спасибо